МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня. Чувашские спортсмены пополняют медальную копилку сборной России. На универсиаде Ирина Юманова завоевала серебро в спортивной ходьбе. На что потрачено 4 миллиарда рублей? На заседании Кабинета министров обсуждали программу модернизации здравоохранения. Ни одно возгорание не ускользнет от ее глаз. В завожье зорько следят за противопожарной обстановкой. На Всемирной летней универсиаде в Казани комплект медалей в спортивной ходьбе на 20 километров сегодня разыграли женщины. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Спортивная ходьба. В этой дисциплине чувашские спортсменки всегда считались одними из лучших. И на универсиаде на дистанции 20 километров в российскую сборную вошли три наших легкоатлетки. Ирина Юманова, Вера Соколова и Марина Пандакова. Однако за день до старта стало известно, что Пандакова на трассу не выйдет. Воспаление щитовидной железы. Поэтому за Россию, помимо наших, выступали Анисякер Дябкина из Мордовии и Лина Бекулова из Челябинска. Девушки почти всю дистанцию держались впереди вчетвером. На пятом километре начали уходить в отрыв. На двенадцатом на лидирующую позицию вырвалась Вера Соколова. Но чуть позже была дисквалифицирована, получив третье замечание о нарушении правил. Вера пыталась держаться, но тут она, наверное, испугалась из записок и начала из-за этого отставать, тормозить маленечко. Вот, может, еще вот это вот, как говорится, и она испугалась. Жалко, конечно, обидно, все-таки тренируемся вместе. Трасса, как признаются спортсменки, оказалась сложной. Был подъем и спуск. Технику хода приходилось из-за этого менять. Но российских спортсменок это не испугало. В результате первой на финиш пришла Анися Кирдябкина. Она показала время 1 час 29 минут 30 секунд, побив тем самым рекорд универсиады. Ирина Юманова финишировала второй с результатом 1 час 30 минут 1 секунда, что тоже выше предыдущего рекорда. Бронзу в копилку забрала Лина Бекулова. Поставила перед собой цель, что я должна домой вернуться обязательно с медалью. И я теперь очень довольна. Второе место для меня как золото. В командном рейтинге лидером стала также российская сборная. Серебро досталось представительницам Китая. Идти в четверки для меня было очень важно. И потом, когда я немножко отстала, мне было очень важно не пропустить соперницы с других стран. И вновь все три места пьедестала заняты российскими спортсменами. Еще им предстоит пройти допинг-контроль и соблюсти все технические формальности. А затем состоится церемония награждения. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Кстати, буквально за час до эфира нам сообщили, что результаты подтверждены комиссией. На портале правительства Чуваши проводится опрос, насколько жители Чуваши интересуются новостями универсиада. По данным сайта, постоянно следят за соревнованиями универсиады лишь 16% опрошенных. 40% делают это по мере возможности. Для каждого пятого респондента важен только результат соревнований. Ну а 5% опрошенных спортом не интересуется вовсе. Для тех, кто универсиадой все-таки интересуется, на сайте предложен еще один вопрос. Почему я смотрю универсиаду 2013? Выяснилось, что большинство следит из чувства патриотизма. На втором месте по количеству ответов те, кто увлекаются спортом. А 9% смотрят универсиаду, потому что она проходит у наших соседей в Татарстане. Ну а меньше всех тех, кто следит за мероприятием из-за его зрелища. Кстати, поучаствовать в опросе могут все желающие. Здоровая нация и тотальная модернизация. О прорыве в сфере здравоохранения сегодня шла речь на очередном заседании Кабинета министров. В прошлом году удалось добиться неплохих показателей. В республике отмечен рост рождаемости. Дмитрий Квалев продолжит тему. Программа модернизации здравоохранения приносит свои плоды. Умирать от инсультов и инфарктов люди стали реже. Болезни системы кровообращения врачи выявляют уже на ранней стадии. Вообще уровень смертности в республике снижается с каждым годом. Рожать жительницы Чувашии наоборот стали чаще. Демографический скачок – главный итог 2012-го. Бэби-бум наметился и в этом году. В республике возросло число повторных рождений. И за 2012 год по сравнению с 2011 год число детей, рожденных вторыми по очереди, увеличилось на 10%. Третьими – на 27,4%. Четвертыми – более на 17,4%. За последние годы в сферу здравоохранения вложили более 4 миллиардов рублей. Здания многих больниц были отремонтированы. На помощь медикам пришло современное оборудование. Врачам повысили заработную плату. Теперь в село возвращаются молодые специалисты. В рамках проекта «Земский доктор» заветный миллион и рабочее место получили более 140 человек. Молодыми кадрами районной поликлиники пополнится и в этом году. Уже есть заявки порядка 30 молодых врачей. Большая доля идет на село. То есть уже есть заявки порядка 30 человек. Поэтому мы думаем, что первичное звено в этом году будет еще больше укомплектовано. 100% вряд ли мы будем ожидать. Но уже, в общем-то, приток в отрасли заменен. Рынок труда есть. Рынок труда – идеальный вариант. Не может быть, что там 100% во всех больницах, во всех поликлиниках будут кадры. Это постоянная такая измельчевая цифра. И поэтому здесь есть проблема, конечно, высасывания мегаполисов. Москва там, ряд других городов. Поэтому надо здесь смотреть и мотивацию увеличить. Сколько не вкладывай в отрасль, есть проблемы, которые решить деньгами невозможно. Люди по-прежнему травятся алкоголем, погибают в авариях. Эту ситуацию поможет исправить профилактика. На производстве жители чувашие страдают реже. Опаснее всего трудиться на промышленных предприятиях. В прошлом году тяжелые травмы на своем рабочем месте получили 53 человека. Высоким остается удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. На рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиенических нормах, занято 28,7% работников. Здесь, к сожалению, наблюдается отрицательная динамика. Свести уровень производственного травматизма на нет позволит новая программа. Условия труда на каждом рабочем месте необходимо улучшить. Усовершенствует и система мониторинга. Мониторинг позволяет комплексно оценивать и анализировать факторы производственной среды, прогнозировать показатели состояния условий и охраны труда, определять направление работы, готовить обоснованные и просчитанные предложения по реализации мер в этой сфере. На один детский дом в республике стало меньше. На кабинете министров было принято решение о ликвидации канажского интерната. Оптимизация назрела давно. Количество воспитанников там сокращается с каждым годом. Этим летом еще 10 ребят обретут семью. Другие дети переедут жить в Чуваксары и Шумерлю. Медриковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня же глава Чувашия подписал указ, направленный на поддержку семей, усыновляющих детей инвалидов. По данным Министерства образования, в Чувашии около 4,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Большая их часть, свыше 3 тысяч, проживает в приемных семьях, находятся под опекой родственников или усыновлены. Сложнее обстоять дела с детьми-инвалидами. Людей, готовых позаботиться о таком ребенке, пугают финансовые затраты, связанные с лечением. Указ главы Чувашия предусматривает увеличение материальной поддержки семей, усыновляющих и воспитывающих детей инвалидов. На сегодняшний день действует указ, когда усыновленным детям из числа детей-сироты, оставшихся без попечения родителей, действует мера социальной поддержки по выплате через 3 года после усыновления 300 тысяч рублей. Если это ребенок будет инвалид, который будет усыновлен в семье, эта семья получит 375 тысяч рублей. То есть увеличенная выплата. И если, значит, ребенок находится под опекой или попечительством на сегодняшний день, там в зависимости от возраста ежемесячно получают дети определенное пособие, так на сегодняшний день, если этот ребенок является инвалидом, то он будет получать на 10% больше. То есть если до сегодняшнего дня дети были одинаковые, что инвалиды, что не инвалиды, то вот именно этим указом предполагается увеличение мер социальной поддержки именно детей инвалидов. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Чувашия в группе лидеров по качеству бесплатной медицинской помощи. Результаты комплексной экспертной оценки программы госгарантий по итогам прошлого года опубликовал Минздрав России. Основные показатели – здоровье населения и удовлетворенность медицинской помощи. По результатам комплексной оценки регионы распределены на четыре группы. К первой группе регионов с высоким уровнем реализации территориальных программ отнесены 12 субъектов. Мордовия, Чувашия, Краснодарский и Красноярский край, Белогородская, Воронежская и другие области. Чувашия получила высокую оценку по всем видам медицинской помощи, а также динамики основных медико-демографических показателей здоровья. Смертность населения в 2012 году снизилась более чем на 8% по сравнению с 2010. В том числе и от новообразований, внешних причин смерти, дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза. В результате снижения смертности от острой сосудистой патологии с 2010 года сохранено около 600 человеческих жизней. От онкологии – 300, от туберкулеза – около 100. Также эксперты высоко оценили проводимые в Чувашии профилактические мероприятия, особенно выявление туберкулеза и онкологических заболеваний. Отрицательная динамика отмечена только по двум показателям. Уровню младенческой смертности – рост на 51,4% по сравнению с 2011 годом. И показателю смертности населения от болезни системы кровообращения. Рост на 2,6% по сравнению с 2011 годом. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Республика. На смену жаре пришли дожди, лесничи успокоились. Но, несмотря на это, пожароопасное состояние в республике сохраняется. Министерство природных ресурсов издало указ об ограничении посещения лесов до 18 июля. Наша съемочная группа побывала в Завожье и выяснила, как леса охраняются от пожаров. Александра Николаевна за 50, но каждое утро она поднимается на эту вышку высотой 35 метров. Здесь лес оказывается, как на ладони, и можно увидеть любое происшествие. 100 градусов в сторону Росинки. На территории нашего лесничества четыре действующих вышки. На самом деле вышка в борьбе с лесными пожарами, в обнаружении места возгорания играет очень важную роль. Вышки, имеющиеся, они распределены на территории нашего лесничества таким образом, чтобы проглядывалась вся территория. Летом работа у лесников прибавляется. Одной надежды на дождь мало. Поэтому на страже леса доходится специальная служба по охране природы. Я так думаю, что уменьшение количества пожара – это, конечно, в первую очередь погодные условия. Но я считаю, что готовность наших специалистов к тушению лесных пожаров, наша работа, наша проводимая нами профилактическая работа, очень большую роль играет. Одна из профилактических мер – ограничение въезда в лес. У поста каждого посетителя встречает патруль. Будьте внимательны и аккуратны. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Людям на помощь приходит современное оборудование. Так, после 2010 года Чебоксарскому участку лесопожарной службы было выделено 10 единиц техники. Самым удобным и быстрым для патрулирования является снегоболотоход. В арсенале в лесничьих есть и другие полномочия. За противоправные действия совместно с полицейскими они могут накладывать административный штраф в размере от 500 до 5000 рублей. Благодаря ответственности и бдительности бабы Шуры, как ее называют лесничьи, в заволжье в этом году не произошло еще ни одного крупного пожара. Она всегда на посту и можно быть уверенным, что лес находится под надежной защитой. Анастасия Масляева, Николай Яковлев, Республика. 35 миллионов рублей выделили в 2013 году на ремонт школ в Чебоксарах. Договоры с подрядчиками заключили на 27 миллионов, таким образом сэкономив 8. Об этом сообщает администрация города. Всего на выделенные средства планируется отремонтировать 25 чебоксарских школ. Во всех учебных заведениях сделают косметические ремонты, будет проведена опрессовка системы топления. В 9 отремонтируют кровлю, в 16 модернизируют школьное столовое. Все работы должны быть завершены до 1 августа. В 5 школах ремонт уже закончили. Однако в 4 школах в связи с проблемами с подрядчиками договоры были расторгнуты и будет проводиться новый аукцион. Китайский картофель опасен, предупреждают Россельхознадзор. В овощах из Поднебесной найдена бурая бактериальная гниль. Так, за последние три недели Россельхознадзор трижды запрещал ввоз на территорию России партии зараженного картофеля из Китая. Ведомство направило официальное обращение в госорган по карантину и защите растений Китая с просьбой принять срочные меры по предотвращению этой ситуации. До настоящего времени ответа от китайской стороны не последовало. Сообщает информагентство «Регнум». Овоз зараженного картофеля продолжается. Замурский овощ опасен еще и тем, что помимо бурая и бактериальной гнили, заражен другим карантинным опасным заболеванием. Оно представляет серьезную опасность для картофельных полей, снижает урожайность, а при хранении потери могут превышать 40%. В США, Индонезии, Индии, Китае, странах Европы и Африки, где выращивают картофель, бактерия, вызывающая бурую гниль, уже нанесла серьезный ущерб экономике. Теперь она добралась до России. Основные источники заразы – семена картофеля и зараженная почва, в которой возбудитель бурая гнили, может сохраняться достаточно долго. В клубне нового урожая бактерии проникают через повреждения на корнях и стеблях, также через насекомых. Первые симптомы заболевания – увядание листьев на концах ветвей. При хранении такие клубни сгнивают с неприятным запахом. Дмитрий Точилов, Татьяна Трофимова, Республика. Они воспитывают не только своих детей и внуков, но и целое поколение. В Чебоксарах наградили победителей конкурса «Ветераны в строю». Это ветеранские организации города, которые лучше всего организовали работу по патриотическому воспитанию молодежи. Награждали организации не просто так. Среди них провели серьезный конкурс. В работе ветеранов учитывали качество и количество мероприятий с молодежью, информационное обеспечение, участие ветеранских организаций в работе музеев, комнат боевой и трудовой славы. Всего 8 критериев. Каждый оценивали по 10-бальной шкале, по сумме баллов и выявили победителей. Организация «Победительница» получила сертификат на 60 тысяч рублей. За второе место наградили 40 тысячами. Бронзовым призерам достался сертификат на 20 тысяч рублей. Куда потратить призовые деньги, ветераны, судя по всему, уже знают. У нас есть мероприятие, цикл мероприятий, на которые мы потратим эти деньги. То есть это мероприятие, опять-таки, по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И не только подрастающего поколения, но и всего населения. Например, мы проведем конкурс «Воспитываем патриотов», конкурс грантов. Еще один из конкурсов – это будет конкурс «Две звезды. Дед и внук. Бабушка и внучка». Впрочем, участники отмечают, главная награда – это интерес молодежи к своей родине. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. В столице Чувашии обновят одно из бомбоубежищ. Информация о начале открытого аукциона на ремонт бункера появилась на портале госзакупок. Заказчик Чувашстат. Цена контракта составляет более миллиона рублей. Деньги выделены из федерального бюджета. Бомбоубежище в Чубаксарах расположено по адресу улица Хузангая, 16. По словам сотрудников Чувашстата, ремонт плановый и не связан с подготовкой к чрезвычайным ситуациям. В советское время было построено при нас, и оно находится на нашем балансе. Мы отшли и профилактику его, и ремонт. В этом году мы проводим плановый текущий ремонт и замену изношенного оборудования осуществляем. Мы проводили профилактические работы, но уже прошло более 20 лет, и необходим более существенный ремонт. Случаев применения бомбоубежища по прямому назначению за 23 года его существования не было. Проводились только учения. Татьяна Трофимова, Республика. С 22 по 27 августа в Чувашии пройдет чемпионат Европы и Кубок мира по парашютному спорту. Аргентина, Болгария, Венгрия, Китай, Германия, Франция – и это еще не все страны-участницы предстоящих соревнований. На сегодня принято заявок на участие из 16 государств. Ожидается еще больше. 200 сильнейших парашютистов приедут в Чебоксары. Самыми многочисленными будут сборная Китая – 20 человек. И Россия – 17, сообщает Минспорта Чувашия. Решение о том, что первый Кубок мира среди взрослых и юниоров по парашютному спорту должен пройти в Чувашии, было принято в апреле в Буэнос-Айресе на пленарном заседании Международной парашютной комиссии. В нем приняли участие 39 стран, и большинство из них проголосовали за Чебоксары. Местом проведения соревнований станет аэроклуб имени Лепедевского. Спортсмены поборются за победу в дисциплинах. Аэробатика и точность приземления – они считаются самыми зрелищными в парашютном спорте. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин